МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В нашей сегодняшней истории о стуле будет такое начало. Стены квадратной комнаты обшиты ослепительно белой искрящейся тканью. Зеркальный потолок. Такой же зеркальный пол. В комнате нет дверей. Нет и окон. Непонятно, откуда падает свет. Посреди комнаты стоит венский стул с гнутыми ножками. Он выкрашен в черный цвет. Больше в комнате ничего нет. Так начинается пьеса современного драматурга Николая Каледы «Венский стул». В этой замечательной пьесе герой, он и она, выясняя свои отношения, пытаясь вспомнить название этого стула. Попробуем им помочь. Отцом этого поистине исторического стула был замечательный немецкий мебельщик Михаэль Тонет. Родился он в 1796 году в немецком городке Боппорт на Рейне, а умер в 1871 году в Вене. Так вот, Тонету удалось совершить грандиозный прорыв в истории бытовой культуры. В его произведениях гениально воплотилась технологическая инновация и эстетическое совершенство. Поэтому его часто именуют отцом-основателем промышленного дизайна. Благодаря ему стул вышел из аристократического интерьера и стал доступен, по крайней мере, для среднего класса. Один из стульев Тонета, как раз и названный венским, стал образцован для серийной мебели. И сейчас, когда от первых шагов Тонета нас отделяет более 150 лет, венские стулья и качалки также непринужденно вписываются в интерьер, как и в середине прошлого века. С одной стороны, венский стул стал символом простой и общедоступной мебели. С другой стороны, он неизменно вызывает восхищение как произведение искусства. Кстати, именно как эстетические шедевры были расценены творения Тонета многими выдающимися деятелями искусства. Агюст Ренуар нарисовал кресло-качалку Тонета в 1883 году. Тулус Латрек использовал мебель Тонета на заднем плане многих своих работ. В студии Пабло Пикассо стояла мебель Тонета. Наконец, великий Лёкер Бюзье широко использовал мебель Тонета в своих ранних архитектурных проектах, утверждая, что она является воплощением современных концепций экономичности, долговечности и прочности. Во все времена мебель Тонета оставалась произведением искусства, которое признавали не только признанные мэтры и ценители, но и скромные обыватели. Что же такого революционного совершил Тонет? Прежде всего, он использовал технологические достижения своего бурного века и изобрел быстрый и экономичный способ производства гнутой древесины. Это положило начало серийному производству в ограниченных масштабах. Впоследствии Тонету удалось наладить более быстрое, рациональное с точки зрения расхода материала и тем самым более дешевое изготовление стульев, кресел и канапе. Вывел Тонета в большую историю никто иной, как знаменитый князь Клеменс фон Меттерних, один из вершителей судеб Европы начала XIX века. В 1841 году князь, тогдашний канцлер Австрийской империи, посетил выставку в Кобленце, на которую, среди прочих мастеров, привез свои изделия и Тонет. Придя в восторг от мебели Тонета, Меттерних пригласил молодого мебельщика переехать в Вену, пообещав при этом ему свою поддержку. Однако сиятельное покровительство не решило всех проблем. На пути к окончательному признанию и успеху Тонета ожидала многолетняя борьба с конкурентами и недоброжелателями. Первые лавры общеевропейского, а по тем временам и общемирового признания, приносят Тонету Всемирная выставка 1851 года. Это было грандиозным событием, перевернувшим представление о совместимости высокого искусства и бытовой культуры. Экспозиция, открытая в одном из чудес света 19 века, Лондонском хрустальном дворце, стала впечатляющим смотром лучших достижений в области искусств и ремесел. На этой выставке, как и на всех последующих выставках такого рода, были представлены технические новинки и новые разработки форм. Интерес публики к этому показу был поистине сенсационным. Число посетителей выставки превысило все прогнозы и составило 6 миллионов человек за полгода. Наш Тонет очень тщательно готовился к этому высшему всмотру достижений современной цивилизации. Он представил на лондонской выставке 6 моделей стульев, 2 кресла, 1 канапе, 2 стола, 1 столик для шитья, а также 2 столика для чтения и 2 этажерки. Заслуги Тонета были отмечены бронзовой медалью первой всемирной выставки. Хотя и не первая, но все же очень почетное место. 50-е годы 19-го столетия стали периодом бурного расцвета фирмы Тонета. На всемирной выставке Парижа 1955 года изделия фирмы «Братья Тонет», а так называлось предприятие Михаэла Тонета с 1953 года, завоевали уже серебряную медаль. Стремительно росло признание высоких достоинств продукции фирмы Тонета. Спрос на Тонетовскую мебель постоянно увеличивался по всей Европе. А в 1855 году были получены первые экспортные заказы из Южной Америки. В 1956 году Тонет решает покинуть Вену. Причиной тому стала пришедшая вместе с успехом зависть конкурентов. Но не только это. В имперской столице не хватало ни сырья, необходимого для производства, ни квалифицированных рабочих рук. Для организации первой фабрики весной того же года Тонет отправляется в австрийскую Моравию. Именно там была разработана модель стула, которая получила всеобщее признание как «Венский стул». Эта модель, известная под номером 14, вскоре стала воплощением дешевых товаров массового потребления. Знаменитая модель номер 14 представляла собой изящный стул, спинка которого была сделана из двух концентрично гнутых деревянных прутьев. Еще одним достижением фирмы «Братья Тонет» стал выпуск общедоступных каталогов собственной продукции. Еще в 1859 году «Братья Тонет» напечатали первую рекламную информацию. В их каталожном листке были представлены 26 различных серийных моделей из гнутой древесины. Это был очень сильный ход, во многом сформировавший современные маркетинговые стратегии. Кстати, в следующем каталожном листке 1866 года среди 70 моделей мебели уже рекламировалось кресло-качалка из гнутой древесины, позднее зарегистрированное как модель номер один. Это было еще одним изобретением Тонета, значительно разнообразившим и облагородившим отдых человечества. Триумфом Тонетовской затеи стала всемирная выставка в Париже 1867 года. Ее почтили своим вниманием уже 11 миллионов посетителей. На этот раз жюри присудило изделием «Братья Тонет» золотую медаль. После смерти Михаэля Тонета в 1871 году управление предприятием пришло к его сыновьям. А слава Тонетовской мебели стала поистине всемирной. Кстати, Россия была особым образом причастна к всемирной славе Тонетовской мебели. В 1880 году в Новородомске, а в то время это русская Польша, была сооружена четвертая фабрика «Братьев Тонет». Благодаря производству, открытому на территории русской Польши, «Братьев Тонет» смогли производить мебель необлагаемую, пошлиной на ввоз в Россию, что позволило сделать ее популярной для массового потребления в нашем Отечестве. К 1913 году компания «Братьев Тонет» обеспечила занятость 6,5 тысяч рабочих и добилась уровня производства 1,8 млн предметов мебели в год. А так называемый «Венский стул» – наша модель номер 14 – стал неувидаемым символом прочной, недорогой и красивой мебели уже в 20 веке. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин